СВОЯ ЗЕМЛЯ А как все-таки вашим дружным коллективам профессионалов научить людей пожилого возраста отойти от стереотипов, которые устоялись в нашем социуме и считается, что пенсия – это порог депрессии, разочарования, уныния? Я не согласна с этим стереотипом и этому подтверждению работа наших клубов и кружков для граждан пожилого возраста. Эти люди активны в своем возрасте, они посещают огромное количество всяких мест исторических, паломнические поездки совершают, занимаются активной физкультурой, скандинавской ходьбой, участвуют в разных викторинах, играх разума и много-много всего другого. Значит, мечты детства и молодости можно осуществить в социальных учреждениях? Пожилой возраст – это, наверное, самое время для воплощения неизбывшихся мечт и надежд, которые в настоящее время воплощаются благодаря работе наших отделений. Галина Анатольевна, что для вас, ваш интеллектуальный клуб? Как часто сюда приходите? Ну, для меня это часть моей жизни на пенсии. А прихожу я по возможности один, ну, как получается, два раза в неделю и стараюсь участвовать в мероприятиях, которые проводятся. Куда пролегают ваши маршруты? Что новое открываете в Березовском районе? Ну, в Березовском районе мы вообще открыли много нового. Наверное, вот у нас поездка была, вроде бы мы тут живем давно, но поездка в Зубачи, на агроусадьбу. И руководители приготовили замечательные конкурсы, песни, танцы, игры с призами, погода чудесная была. Автобус был заказан, танцы были до упаду, вот, и песни звучали замечательно. И мы открыли Зубачи, что они находятся рядом с сельцем, озером, такая небольшая деревенька за Сашицей, и там, оказывается, можно прекрасно провести свое свободное время и отдохнуть от домашних забот, дел, может быть, даже плохого настроения. Ну, еще, наверное, здесь открыли местные наши достопримечательности, музей, который открылся в казармах по концлагерю. Вот, прекрасная экскурсия была, мы с удовольствием послушали экскурсовода, узнали много нового. И сегодня, вот, на нашем мероприятии отвечали мы на вопросы, на которые без этой экскурсии, может быть, тяжелее было бы нам и отвечать. Эмилия Николаевна, как часто приходится в тренажерный зал? Ежедневно. Это вопрос жизни уже? Это вопрос жизни. Тренажерный зал. Я, возможно, что сюда, именно, не каждый день, я вхожу на тренажеры в Центральном парке. Там я каждое утро выкладываюсь по полной программе. Там замечательные тренажеры, я бы желала, чтобы все горожане туда наведывались. Там все бесплатно, тренажеры отличные. А когда они погодили в зимнее время, то вы здесь? Летние, дождь, снег. Я на это не обращаю внимания. Мне главное – вперед и вперед. Что дают вам такие встречи в тренажерном зале? В первую очередь, тон, жизненный тонус. Здоровье я ставлю второй строчкой. Потому что, если есть энергия в человеке, будет и здоровье. И главное – желание жить. Когда походишь, позанимаешься, чувствуешь себя легко, бодро. Как-то вливаешься в струю жизни. В чем секрет все-таки местного долгожительства? Секрет в чем? Ну, по моему, наверное, по моему понятию. Ну, это вот дарить людям добро. Ну, это, быть добрее друг к другу, ценить, уважать дружбу, взаимопонимание вот это. И оно, наверное, подает больше сил, энергии и как-то проще и дольше, наверное, живешь. А что для этого нужно? Повышенную пенсию, аптеку рядом или больницу? Не надо, просто общение. Добрый сердце рядом, самое главное. Да, общение, внимание, уважение друг к другу. Мы кем-то тоже не оставляем никогда.